Как пандемия COVID-19 сказывается на объеме мусора в мировом океане? В Казанском федеральном университете функционирует нейромаркетинговая лаборатория Neuralab. Проводится изучение уровня дислексии и дисграфии у детей. Методы майтрекинга можно преодолевать эти когнитивные трудности, диагностировать эти патологии. Новый цифровой арт-объект в Казани. Какое фото опубликовал в своем инстаграме амбассадор каллиграфити Покрас Лампас? В искусстве очень важен автор, художник, создатель, творец. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Альбина Гельманова. В Казанском федеральном университете прошло совещание под приседательством ректора Ильшата Гафурова по вопросам реализации новой программы развития вуза «Приоритет 2030». Обсуждались варианты дорожных карт развития каждого подразделения в рамках реализации программы «Приоритет 2030». Пандемия COVID-19 привела к резкому увеличению объемов мусора, что существенно сказалось на мировом океане. О том, что делать в сложившейся экологической ситуации и как бороться с проблемой – в нашем следующем сюжете. С началом пандемии COVID-19 количество используемого пластика резко возросло, а следовательно и пластикового мусора. Свою роль сыграло как огромное количество используемых средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки, так и распространение доставки товаров и еды из ресторанов и временный отказ от борьбы с одноразовым пластиком. Во всем мире образовалось более 8 миллионов тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией, из которых уже более 25 тысяч тонн плавают в Мировом океане. Съедание людей дома привело к тому, что им и выбросить сложно, и приготовить сложно, если нет продуктов. То есть начался привоз продуктов, начались покупки вот такие онлайн, началось достаточно большое образование мусора, внеплановое, скажем так, за счет одноразового использования посуды. Вот дальше по больницам сейчас ведь тоже из одноразовой посуды кормят. Особенно сильно такой рост пластикового мусора может повлиять на океаны, о загрязнении которых много говорилось в последние годы. По данным ООН, ежегодно в океанах оказывается 13 миллионов тонн пластиковых отходов, только в Средиземном море ежегодно сбрасывается 570 тысяч тонн пластика. А в некоторых частях океана ученые обнаружили в 7 раз больше пластика, чем рыбы. Мне кажется, задачей всех муниципальных органов по весне является уборка вообще, организация работы по уборке территорий, береговых зон, самих рек, водоемов любых от мусора, в первую очередь. По подсчетам ученых из Португальского университета АВЕРО, опубликованных в середине июня в журнале Environment Science and Technology, во время пандемии в мире ежемесячно используется 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток. Пандемия показала, насколько для всех нас важны системы по переработке и утилизации отходов, и как легко эти системы могут быть перегружены. Елизавета Никитина, Универньюс. Масштабное статистическое событие в стране. Перепись населения стартовала 15 октября. В Казанском федеральном университете развернуты специальные мобильные пункты. Переписчики будут работать до завершения всероссийской переписи населения. В будние дни с 9 до 17.00. Перепись можно пройти по нашему микрорайону, по улице Тукая-77, это стационарный участок. Также можно пройти на госуслугах, мобильном приложении, либо на сайте официальном. Либо же дождаться, когда переписчик придет к вам в квартиру, в дом проживания. Мы уже подходим к концу, потому что перепись закончится 14 ноября. Уже большинство по статданным, около 80% уже по микрорайонам, получается, по участкам пройдено людей переписью. По КФУ таких данных пока нет, потому что, как сами понимаете, КФУ как организация, она в себе собирает людей из разных районов, в разных частях живут, по разным адресам, поэтому более точной информацией по их микрорайонам уже находится. В КФУ функционирует нейромаркетинговая лаборатория «Нейролаб». Какой комплекс оборудования включает в себя и не только? Смотрите в сюжете. В КФУ функционирует нейромаркетинговая лаборатория «Нейролаб». Она включает в себя структуру Открытого института инновационного технологического и социального развития Института управления экономикой и финансов КФУ. Решение о создании данной лаборатории было принято на рабочей встрече ректора ВУЗа Ильшата Гафурова с руководителями основных структурных подразделений университета. Благодаря Акбарсбанку и его благотворительной помощи они нам подарили лабораторию, которая включает в себя три рабочих места. Это уникальная технология нейробарометра «Нейротренда». И наши преподаватели кафедры маркетинга прошли стажировку на базе АО «Нейротренд» и получили все компетенции для того, чтобы выполнять замеры и проводить нейромаркетинговые исследования. Лаборатория включает в себя комплекс профессионального нейрофизиологического оборудования и программного обеспечения для замеров неосознаваемых реакций респондентов на различные виды контента. В дальнейшем эти данные будут обрабатываться и учитываться при расчете в маркетинговых метриках. Сотрудниками НИЛ «Нейрокогнитивные исследования» в сотрудничестве с нейролабом проводится изучение уровня дизлексии и дизграфии у детей. Подчеркиваем, что Ильшат Гафуров отметил, что лаборатория прекрасно функционирует и служит для образовательной и научно-исследовательской деятельности. Она позволяет разрабатывать новые обучающие программы, а также научно обосновывать и проверять гипотезы маркетинговых метрик для Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается чемпионат по мини-футболу среди мужских команд. Традиционно матчи проходят по средам и воскресеньям в 19.15 и 13.45 соответственно. В эту среду на паркет КСК КФУ «Уникс» выйдут сборные института геологии и нефтегазовых технологий и Елабужского института, а в воскресенье – Институт международных отношений и Институт информационных технологий и интеллектуальных систем. Матчи пройдут без зрителей, но ты не останешься без порции студенческого спорта. Наш канал покажет все матчи в прямом эфире в нашей группе ВКонтакте. Амбассадор каллиграффити современности Пакрас Лампас создал новый арт-объект. В своем инстаграме художник опубликовал фото казанского моста «Миллениум». Подробнее в нашем следующем сюжете. Популярный российский художник-каллиграф Арсений Поженков, более известный как Пакрас Лампас, посетил столицу Татарстана. Из всех архитектурных объектов Казани его заинтересовал мост «Миллениум», на который он решил взглянуть, что называется по-новому. Новоиспеченное изображение на мосту напоминает слово «инструмент», что явилось попыткой создателя ответить на вопрос «в чем смысл денег». Фотография была выставлена в рамках благотворительного аукциона фонда «Подари жизнь» в конце сентября. Сегодня небо плачет так же, как и люди, которые хотели увидеть произведение искусства вживую. Когда Пакрас Лампас выложил в инстаграм долгожданную работу, жители Казани толпой побежали сюда, к этому мосту, чтобы сделать классные фотографии и записать крутые истории. Однако и ждало сплошное разочарование. Весь роспись оказалась цифровой. Пакрас Лампас показал, как с помощью цифровых технологий он расписал Казанский мост «Миллениум». Фотография подсвеченного 3D-мэппингом объекта продается как NFT. Он старается быть на самом краю инновационности, он старается создавать коллаборации с самыми известными, самыми передовыми людьми в технологиях, в искусстве и так далее. Искусство, существующее только в цифровом виде на серверах, может принести большие деньги. С помощью NFT можно продать почти любой виртуальный объект – изображение, музыку, тексты, 3D-модели. Но чаще всего речь идет об объектах цифрового искусства, что как раз и демонстрирует Арсений Поженков. Одну из его работ, например, купили за 29 тысяч долларов. Данный вид искусства есть и будет развиваться. И на сегодняшний день это одно из самых популярных направлений, в том числе не случайно и в нашем институте, в Институте дизайна и пространственных искусств при КФУ. В этом году открылось направление моушн-дизайна. Единого и четкого определения у NFT нет и, вероятно, не появится. Подтвердить какую-то свою цифровую работу в интернете до NFT было практически невозможно. А сейчас, благодаря этой технологии, кажется, что это станет реальностью. Мы можем подтверждать как любое медиаискусство, так и любой продукт в принципе. Это своеобразное цифровое имущество плюс набор определенных прав на него. И с технической точки зрения, неважно идет ли речь о настоящем искусстве или о случайно созданном файле. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Альбина Гельманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»